Потерявший работу или оказавшийся в трудной ситуации человек может ходатайствовать о получении социальных пособий от государства и местного самоуправления. Телеканал ТБН Балтия поинтересовался у вице-мэра по социальным вопросам Александра Людвига, на какие социальные дотации могут ходатайствовать жители Нарвы. Пособие пенсионерам в этом году составляет 19,17 евро. Будет выплачено у нас по данным социального департамента 22 500 примерно человек, пенсионеров, которые имеют право на это ходатайство. И сумма, которая предусмотрена бюджетом на эти цели 419,5 тысяч евро, которая будет выплачена пенсионерам в качестве дополнительного социального пособия. Кризисное пособие у нас, оно как и было, так и есть. Это такое текущее пособие. Люди обращаются, довольно интенсивно обращаются. И в принципе проблемы разные у людей. То есть так сложно прямо выделить какие-то самые основные направления, по каким проблемам люди обращаются. Ну, как правило, все начинается с того, что у человека просто нет денег. То есть человек говорит, что его дохода недостаточно для того, чтобы там либо одежду купить, либо там пропитание какое-то себе обеспечить. Также вице-мэр Александр Людвиг рассказал о пособии по бедности. Пособие по бедности у нас государственное пособие. Оно выплачивается из государственного фонда, который перечисляется местному самоправлению. Но местное самоправление отвечает за организацию выплат этого пособия и все, что с этим связано. То есть мы сами принимаем ходатайство, мы сами оцениваем, производим оценку, принимаем решение и начисляем это пособие. И несем ответственность за это, естественно. У нас прожиточный уровень 76,7 евро сейчас составляет на первого члена семьи 80% согласно закону о остальном обеспечении на каждого последующего. В общем-то здесь, если нужна информация, то я обычно говорю таким образом, что если человек чувствует, что его доходов не хватает для того, чтобы обеспечить себя минимальной едой и заплатить за свое проживание, если он не обращался еще ранее в социальный департамент, и если ему не говорили, что вот, к сожалению, ваш доход превышает прожиточный уровень, и вы не имеете права на пособие, то обязательно надо обратиться в социальный департамент в любой рабочий день для того, чтобы получить консультацию. Там уже социальный работник на первичной консультации, на третьем этаже это происходит у нас в социальном департаменте на Линда-4, они уже проведут расчет непосредственно в отношении конкретной семьи и скажут уже с большой долей вероятности, имеет этот человек право на это пособие или нет. И тогда уже, если человек имеет право по предварительному расчету, он уже идет непосредственно к социальному работнику, который производит начисление. В таких случаях, как правило, если мы уже сказали, что у вас получается, тогда уже, как правило, человек все-таки начисляет пособие по бедности.